Всем большой привет для маленькой компании. Я на самом деле никуда не переезжала, ничего особо радикального не меняла в жизни. Я сама не знаю, как так получилось. На самом деле, видимо, ничего ультра супер вот прямо сейчас нужного в Фаберлике не заказывала уже две компании. Поэтому, если память не изменяет, каталог 13, каталог 14, второй и третий шаги стартовой программы мы сейчас увидим в ходе быстренькой распаковочки. Потому как было принесено это все в свое время с сыном с пункта выдачи, поставлено в укромный шкафчик. И в укромном шкафчике так и стояло, потому что я то тут, то там, то здесь, то еще где-то. И все мне как-то не досуг тупо открыть и расставить по полкам. Благо, замечательные у нас люди на пункте. И поэтому, если посылка проверена, то уже можно не волноваться, что заказывала, то там и есть. Так, что у меня здесь. Ну, а мы с вами насладимся приятными моментами распаковки. Вот, да. Зачем я полезла? Заканчивается полюбившаяся нам паста нуки в ванной. Надо ставить новую, поэтому я полезла искать, где же я ее заказывала. В коробках в шкафу стоит крэнбери. Мы еще не пробовали. Мелон и минт мне нравятся. А любимая желтенькая моего сына, она почему-то отсутствует. У меня какие-то вызывают тревоги, на самом деле, такие исчезновения продуктов из каталога. Но, неужели только нам понравилась эта зубная паста? И больше никак. Никому и ее снимут с производством. Напишите, как она вам. Это я готовлюсь к зиме. У нас в Подмосковье уже солнце выключили. Его уже почти не видно. Там какие-то редкие проблески между тучами. И так будет до зимы, когда солнце светит, но ультрафиолета в нем нет. Поэтому гликолевую кислоту надо проверить в своих запасах. Эту поставить на ее место, а то вынуть уже в ванную. Уже пора. Так. Это мой запас зубной пасты. Концентрированная. Каких-то спецэффектов у нее нет. Не такая приятная на вкус, как муки. Но берем постоянно. Это, по-моему, какой? Второй, да. Первый шаг стартовой программы. Это, получается, подарок за заказ. Ваш самый первый. От определенной суммы. И потом три средства. Моющих для дома. Третье у меня повисло в товары по старым ценам. И там висит. Вот надо будет пролезть, посмотреть, не пора ли уже делать заказ по новой компании. Концентрированное моющее средство. Универсальное я не пробовала. Средство, очищающее для ванной комнаты. У меня все еще был запас из других стартовых программ. И сама я докупала по акциям голубенькая. Но тоже, я думаю, от изменения этикетки качество не ухудшилось. Тыкс, что еще? А, это моему подростку. Подростку нравится. Подросток выглядит вполне прилично. Шейк лосьон трясет, наносит на ночь. Все хорошо. И я возрождаю свою любовь к ароматерапии. Не самый удачный момент, когда в основном все надо заказывать. Черт, откуда. Но я вот еще купила. Предыдущие свои приобретения от Фаберлика серии Аромания я не тестировала. Все-таки я хочу поймать тот самый Дзен. Я их уже достала. Я нашла их аналоги от других производителей. Все отставила в отдельную коробочку. Но пока пользуюсь другими бутылочками. Дозировка, упаковка, фросфасовка 5 мл. Она у любого поставщика эфирных масел самая невыгодная к приобретению. Всегда самая дорогая. Уж больно большой процент у носки от русских остатка на всяких фасующих инструментах. Поэтому, да, 5 мл Фаберлик сделал не самое выгодное. Но он это сделал впервые. Может быть, это пилотный проект, как пойдет. Лимон, бергамот, сосна, можжевеловые ягоды, кедр виргинский. Он вообще не кедр, а можжевельник. Это в свое время на форумах любителей эфирных масел было по ботанической принадлежности этого кедра сломано миллион копий. Но по факту от этого хуже он не становится. Подобные смеси и сама делала. Тут прикинула, сколько будет стоить и какими обходными маршрутами. Хотя, может быть, черт его знает. Может, аромазон, он же французский. Может, он и отправляет. Но проверять не хочется. Там минимальный заказ был, по-моему, 120 евро. Сейчас евро, конечно, упало. Так что прям интересно залезть посмотреть. Но причуды таможни и почты не хочу проверять. Литзея, Питит Грейн, Мандарин. Должно быть Energy смеси. Это карамельно-цитрусовая. Поэтому к Новому году я подготовилась. Это будет елочковая с цитрусами, а это карамельно-цитрусовая. Будем все ароматизировать, проверять. Так. Следующая коробочка. Я люблю, коробки прям в кадре открывают. Поэтому, кто не любит, извините. Так, что у меня здесь? То же самое у меня здесь. Гликолевая кислота. Другой запас пасты зубной. И вот такенные средства для ванной комнаты по акции. Коим очень люблю мыть, потому что даже находясь в закрытой ванной комнате, можно его брызг-брызг-брызг по поверхностям. Без усилий с поверхности потом все стереть. И даже не кашляться. Вот очень приятно. Я не люблю отделы бытовой химии в супермаркетах. Именно за то, что вот не аллергик, но раздражающее действие моющих веществ на дыхательные пути, оно для меня прям вот, прям-прям-прям терпеть не могу, терпеть ненавижу. Без крайней нужды терпеть не хочу. Поэтому люблю заказывать всякое постирочное, помывочное. Вот это заказ по крайней компании. Как раз мое самое постирочно-помывочное, мой мастхэв, пятновыводитель. Отстирывает то, что многие уже отчаивались отстирать. Очень рекомендую, как все пятновыводители Актоберлик. Опять две такие же зубные пасты в запас, потому что опять там была на них акция. И только на них, поэтому ощущения тревожные. О сохранности этой штуки в каталоге. В качестве очередного шага стартовой программы я не стала брать женские парфюмы. Так, куда улетела? Ну, в общем, их там было две. Достану из-под кровати после съемки. Вен де Вентур у меня сын пользуется. Я у него в жару этот аромат подворовываю. Очень он похож, практически двойник. Господи, вылетел из головы кедр и кто-то еще океанический от нашего любимого Ив Роше. Господи, напишите мне в комментариях, или я сама напишу, будет закрепленный, на что похож. Всегда помнила? Тут вдруг улетела. В общем, цитрусово-кидровая фигня. Очень свежая. Для молодых мужчин, для женщин, не боящихся стиля унисекс и для всех, кому такое нравится. Любимая мной тоже штука во все периоды, не только зимой, но и в летний период, когда активное солнышко. Зимный пилинг. Очень легко, быстро, просто умываешься и побежало все классно. И что еще у меня тут осталось? Так, это называется, я даже забыла, что заказывала. Нео-серум крем в запас. И Фаберлик серенькая, вот такая штучка. Автоматический карандашик для глаз. Давно не обновляла свою коллекцию. Надо в ней проводить уже пара-ревизию. Пора-пора. Сделаем. Так. Ну и что я набрала из своих мастхевов-мастхевных? Это крем-винатоник. Прошу любить и жаловать. Тоже была от суммы заказа на него акция. Поэтому и взяла тональный крем, в коем сильно не нуждаюсь. И карандаш для глаз, в коем тоже сильно не нуждаюсь. Но что же делать? Надо было добираться, чтобы и дальше по стартовой программе все шло и шло. Посылок 3, а компании 2, поскольку в первой компании у меня получилось пересорчиться. Ой, ё-моё, прошу прощения. Мне не прислали аромат. Вместо него мне тут же вернули деньги после того, как была составлена претензия. Соответственно, чтобы не слететь со стартовой программы, мне на эти деньги тут же надо было сделать до закупку. Поэтому я до закупилась тем, что явно за зиму использую. Поэтому получилось, что получилось. Компании 2, посылок 3. И будет еще. Поскольку все мои мастхэва. Я вот так вот и тянула с распаковкой, пока не закончилась зубная паста. А сейчас быстренько распихаю по закромам что-то родины. Что-то утащу уже в ванную в использование. И будем продолжать все-таки вести канал. Я про канал не забываю. Я про все про всех помню. Ну, бывают периоды жизни, когда надо переключиться немножко в другие сферы. А косметический контент YouTube все-таки это досуговая деятельность. Поэтому не судите строго, кто ждал частых каких-то ярких роликов. Пишите в комментариях, что хотите от меня увидеть, услышать. Может быть, меня это мотивирует находить сейчас больше времени. Я на самом деле правда страдаю, что Project Pen у меня лежит без апдейта. И проходивший несколько лет подряд Project Pen конца года я спланировала. Я все к нему отложила. И официально он не начался. И неофициально я не трогаю эти средства. Надеюсь, скоро исправлю. На самом деле по всем очень соскучилась. Всем отличной, прекрасной осени. Хорошего настроения. И больше, больше, больше позитивных новостей, позитивных событий в жизни. И улыбайтесь чаще. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok